Всем привет! Очередной выпуск новостей из Дома-2! Продолжается эпопея с объявленным уходом Татьяны Репиной и Леши Безуса с телепроекта Дом-2. Объединившаяся за воротами пары усиленно пытается вернуться на поляну, не скрывая, что они рассчитывали пробыть там до самых родов и сразу же вернуться под камеры. Как уже известно, Ольга Орлова в эфире объявила, что Татьяна Репина, отказавшаяся приехать для разборок нетрезвых выходок сожителя на телестройку, не является большей участницей Дома-2. Безус ринулся к продюсерам шоу и слухи об уходе Тани опроверг и помчался к ней разбираться, насколько серьезна угроза ухода и его самого. Теперь Татьяна в социальных сетях пытается доказать, что могла бы, подобно Рапунцелям и другим бывшим участницам, вернуться на проект с ребенком сразу после декрета. Как считаете, планы Безуса и Репиной о скором возвращении сработают или придется им рассчитывать на собственные силы в свободной жизни? Яна Захарова летит на заслуженный отдых в Турцию. Компаньона себе она выбрала из числа подписчиков. Такое я практикую впервые. Посмотрим, что из этого выйдет. Завтра покажу вам счастливчик. Скоро мы увидим Яну в новом экстремальном проекте «Зона риска». Увидим, как она разбивает автомобили, как на ней поджигают одежду и прочие шальные конкурсы. Администраторы проекта в шоке от вчерашней вечеринки в стиле 90-х. Вечеринка была жесть, не хотим даже комментировать и обсуждать. Девчонки перебрали, 90-е удались. Судя по сторис, особо отличились Алена Опенченко, Юлия Белая и Соня Спаркс. Юлия Белая пошла в разнос. За последние пару дней она натворила много дел. Поволшебничала в туалете с Рыбаковым, танцевала на обеденном столе во время вечеринки и сломала камеру Вали. Рассталась с Салибековым. Тигран скорее унес ноги, чтобы не платить за погром учиненной красоткой. В ситуации решил воспользоваться Влад Дубровский. Мужчина, давно влюбленный в Белую, предложил Юлию материальную помощь, но, конечно, не безвозмездно. Влад обещает хоть завтра дать Белой 100 миллионов рублей, а взамен она станет его женой. Кроме этих денег Дубровский обязуется оплачивать все хотелки любимой и полностью ее содержать. С поляны приходят новости о том, что Алексей Адеев получил последний шанс на Доме-2, а Соня Спаркс начала войну с дедом, как называют Леши, участники телестройки. Дело в том, что Алексей попал в изолятор, устроив драку с парнем Соней. Перед этим Адеев издевался и смеялся над девушкой, а новенький Антон встал на ее защиту. Как уже были новости, последних предупреждений у пиццемена было много, но кто, если не он, будет создавать темы для обсуждений на лобном месте? Размышляя над своим поведением в картере, Адеев опять принялся писать слухи, то ли для Юли, которая его не дождалась и пошла на свидание с Грантом, то ли для Сони, которая не дает ему покоя ни днем, ни ночью. Что касается Сони, то она составляет план, как извести Адеева и призналась своим подписчикам, что троллинг участников Дома-2 доставляет ей удовольствие. Да и как пишет в своем микроблоге, люблю, когда люди отстаивают себя с пеной у рта и заблуждаются. В общем, один из стареньких участников уцелел и остался на поляне, вместо него ушел Никита Балыкин. Кстати, Никита рассказал на своей странице в соцсетях, почему его выгнали за ворота. Как считаете, Спаркс сможет довести Адеева до ручки и загнать его в тупик? Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк и не забудьте подписаться. Интересная новость с сайта шлок. Алена Опенченко уже комментирует в соцсетях уход с проекта своего бывшего возлюбленного Никиты Балыкина, взяв союзники Влада Кадони. Именно из-за конфликта с нарушением субординации в отношении ведущего Влада Кадони, поддерживающего Опенченко, был изгнан Никита Балыкин. Теперь, оставшись без кавалера, Алена Опенченко вообразила себя красоткой, которой парни телестройки не очень достойны. Или они не согласны на шведский стол, наполненный блюдами домовской кухни, как и Никита Балыкин. Интересно, с каких это пор стал Влад Кадони любителем девиц свободных нравов, таких как Алена Опенченко? Или все-таки матерящийся Никита Балыкин не слишком подходит проекту разговорного жанра? Вы ли все подходящего размера ушатой грязи друг на друга супруги Салибековой стали путаться в аргументах, с чего же начался их путь к разводу? После того, как Тигран Салибеков, отдыхая от съемок на телепроекте Дом-2, наладил свое общение с сыновьями, уже Юля утверждает, что именно он сам ушел из семьи и стал инициатором расставания. Она только благодарна ему за все, что было в прошлом и намерена открыть новую дверь. Или намекает Юля, что раз пришлось им отказаться от участия в ток-шоу «Пусть говорят», так как это запрещено для участников Дома-2, то можно уже и забыть начало конфликта. На другие телевизионные каналы, где они так любят бывать, Салибековы смогут ходить и после того, как многодетный отец телестройку покинет. Или решили Салибековы ради детей расстаться в суде мирно и по обоюдному согласию, хотя на Юлю Салибекову это, похоже, мало. Поделилась очередными новостями из своей успешной жизни Алена Савкина, радуясь открытию магазина оптики и бижутерии. И в этот раз экс-участница Дома-2 утверждает, что он – ее собственность. Одновременно выяснилось, что ее муж Илья Осемин уволился с работы, решив отдохнуть перед поездкой семьи к его родителям. Предыдущая попытка Рапунцель-младший выдать рекламируемый магазин за свой собственный закончилась массовой претензией к ней – нападками антифанатов и закрытием раскрученной страницы кормилица в соцсетях. Не поспешил ли увольняться Илья Осемин, переживают поклонники его соленой семьи, в которой растут двое детей. Или супруги рассчитывают на успех торговли и процветание бизнеса. Вдруг постигнет и этот магазин судьба первой попытки Савкиной стать бизнес-леди. Кристина и Ваня часто ссорятся на отдыхе в Турции. У них появились темы для разговоров, в которых ребята не приходят к общему знаменателю. Иван уже через два дня отпуска в Бодроме начал просить Ксению Бородину отправить его назад в Москву. Но потом смирился и продолжил ухаживать за Крис, выполняя ее малейшие прихоти. Но этого оказалось недостаточно. Кристина подозревает, что Барзиков играет на камеры и притворяется другим человеком. Она рассказывает в соцсетях, что за периметром Ваня совсем другой. Не такой, как на Поляне, где они считаются самой влюбленной и самой романтичной парой Дома 2. Еще бы, ведь многие их конфликты создатели телешоу просто не показывают в эфирах. Оставшись без внимания оператора, впервые оказавшись вдвоем за рамками реалити-шоу, Барзиков и Бухенбалты начали узнавать друг о друге новые подробности. Ведь и Кристина часто играет на камеры, хотя она приписывает эту черту исключительно Ване. Иногда Барзиков не сносен, а иногда чересчур заботлив и внимателен, пишет Бухенбалты в соцсетях. Но и она расслабилась на отдыхе и начала его провоцировать глупыми шутками и желанием унизить, как это было у девушки в предыдущих двух отношениях. Возможно, Ваня борется сам с собой, но Бухенбалты эту в голову не приходило, ведь ранее в предыдущих отношениях на проекте Барзиков был жестким со своими девушками и сейчас твердо намерен измениться в лучшую сторону. Хотя он уже устал и с трудом держит себя в руках, подыгрывая Кристине. В каком же статусе участники Дома-2 вернутся из путешествия? Не решит ли Барзиков расстаться с Кристиной? Это были все новости на сегодня! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро!